Привет! Сегодня у нас довольно необычная тема. Я думаю, вы уже привыкли слушать от меня истории про политиков, бесконечные войны и страдания людей. Ну, еще иногда в этом списке появляются мошенники. В общем, как правило, я стараюсь рассказывать про какие-то масштабные события. В этом списке еще ни разу не было людей культуры. Потому что, ну, что про них рассказывать? Искусство анализировать я не умею. Ну и, честно говоря, думаю, вы на канал подписывались не за искусствоведение. Тем не менее, я тут натолкнулся на такой удивительный сюжет, что просто не мог пройти мимо. Короче, нашим сегодняшним героем будет литературный классик Сергей Есенин. Чувствую, кто-то из вас уже зевает и тянется выключить видео. Поэтому давайте я сходу вкину сенсационный тезис. Почти все, что вы знали про Есенина, неправда. Вот давайте честно. Какой образ этого поэта есть в голове рядового школьника? Кудряш, скромняш, любил обнимать березы и кататься в санках. Зрители постарше знают, что он еще был алкашом, дебоширом, бабником и дед инсайдом. Короче, панком серебряного века. Но и для тех, и для других Сергей Есенин был и остается главным деревенским поэтом. Именно эта особенность сделала его суперзвездой от мира поэзии. Причем всего за несколько недель. Не шучу, для литературной богемы этот чел возник буквально из ниоткуда и хайпанул так, что офигели все. Ни до Есенина, ни после никто не смог так быстро получить признание критиков и читателей. Но как это произошло и на какие хитрости пришлось пойти Есенину, чтобы стать знаменитым. Итак, начнем с начала. Я не буду рассказывать стандартную историю вроде родился, учился. Давайте сразу с главного. 9 марта 1915 года. Вовсю идет Первая мировая. Но нас интересует не она, а Николаевский вокзал в Петрограде. Из поезда выходит молодой золотоволосый 19-летний парень с гармошкой и сундучком за спиной. Зовут его Сережа. Из села Константинова в Рязанской губернии. Грамоте он учился самостоятельно. В избе при свете лучины. Читал какие-то газетки и вот сам задумал стать поэтом. Он проехал тысячу километров, чтобы показать свои стихи Александру Блоку. Это был довольно амбициозный план. Есенин ноунейм. Блок, признанный и уважаемый литератор. Но пареньку из деревни нужен был именно он. Почему? В начале 20 века искусство в Российской империи цветет вовсю. Во всех направлениях. Живопись, музыка, театр, литература. Столицу наводнили сотни поэтов. 99,9% из них это модернисты всех мастей. Симболисты, футуристы, акмеисты, суть не важна. Все они ищут что-то новое и пытаются ломать привычные рамки. Но главное, постоянно ругаются между собой. Александр Блок совсем не такой. Технически он, конечно, символист, но он чуть ли не единственный поэт Серебряного века, которого уважают все, даже радикалы-футуристы. Получить рекомендацию Блока, это как найти золотой билет на фабрику Веливонка. Именно поэтому Есенин направился к нему прямо с вокзала. Ну то есть, как направился. На самом деле, он имел весьма смутные представления о том, где живет Блок. Он просто пришел на Невский проспект и начал расспрашивать прохожих, не знали ли они, где тут у них квартира живого классика. Ему посоветовали зайти в книжный магазин, и там продавец выдал молодому поэту адрес. У Есенина было много женщин. Одних только жен официально было три, не говоря про многочисленные романы. Но любовное отношение знаменитого поэта это скорее исключение, чем правило для тех лет. Он искал себе не столько надежного партнера, сколько музу. А большинство людей хотят найти именно что крепкую любовь. Сейчас есть огромное количество сервисов для знакомств. Но почти все они предлагают выбрать не столько человека, сколько красивую фотку. Нам приходится додумывать, какая личность скрывается за постановочным селфи, и часто ожидания не совпадают с реальностью. Но есть ли вообще какие-то другие варианты? Есть. Я хочу порекомендовать вам сервис для знакомств Тиамо. Он создан специально для поиска серьезных отношений, а не простого собирания лайков и one-night-стендов. В Тиамо вам не предлагают бездубно свайпать фотки направо и налево. Здесь каждый участник сначала проходит психологический тест, а потом ИИ подбирает для него лучшие варианты. Здесь вы найдете комфортную и безопасную среду для знакомств. Все фотографии и профили предварительно проверяются, а личные сообщения нельзя присылать фото. А если кто-то будет вести себя неподобающим образом, на него всегда можно пожаловаться модератором. В Тиамо можно быть собой и не сомневаться, что твои чувства имеют значение. Вы не останетесь один на один со своей анкетой. В социальных сетях Тиамо собирают дружное комьюнити, объединенное одной целью – разобраться в нюансах дейтинга и построить гармоничные отношения. Там проходят прямые эфиры с психологами на тему знакомств и отношений и даются советы, как распознать манипуляции. Скачивайте бесплатное приложение Тиамо по ссылке в описании. А для того, чтобы ваш аккаунт был заметнее, можно оформить премиум подписку. Используйте промокод ZAEC при регистрации и получите неделю премиум подписки бесплатно. Не жди судьбу. Действуй. Итак, на чем мы остановились. Есенин ходит по Питеру и наконец-то получает адрес Александра Блока. Он нашел дом, нерешительно походил туда-сюда, а потом все же постучал в дверь черного хода. Открыла кухарка, которая не очень горела желанием впускать незваного гостя. Она попросила его обождать в коридоре, а сама пошла в комнату к Блоку. Тот, на удивление, быстро согласился принять Есенина, и долгожданная встреча наконец произошла. Блока нисколько не смутил этот стесняющийся рязанский мальчишка. В своей тетрадке Блок так описал их знакомства. Крестьянин рязанской губернии, 19 лет, стихи свежие, чистые, голосистые, многословные. Он всучил Есенину два рекомендательных письма, то есть целых два золотых билета, и отправил к журналисту Михаилу Мурашеву и поэту Сергею Городецкому. Это крайне удачная комбо. Именно оно обеспечивало Сергею Есенину мгновенный взлет. У Мурашева куча контактов с издательствами. А Городецкий сам писал деревенские стихи, почти как Есенин, так что точно знал, как их продвигать читающей публике. К Мурашеву Есенин пришел в мужицких сапогах и синей поддевке. Это такая крестьянская верхняя одежда. А к Городецкому свои стихи принес в платочке. В общем, лук, прямо скажем, экстравагантный для богемного Петрограда. Но суть не в этом. И Мурашев, и Городецкий мгновенно были очарованы деревенской простотой этого чудака. Мурашев сходу предложил Есенину пожить у него, а Городецкий откровенно признался, что он лишь псевдодеревенщина. А вот Есенин совсем другое дело. У него-то точно настоящая крестьянская душа. Короче говоря, эти двое дали Сереже новых рекомендательных писем. И уже через несколько дней наш курчавый Херувим сидел в салоне из Инаиды Гипус в самом модном поэтическом месте всей страны. Поэты были в восторге от Рязанского самородка. Называли его советилом земли русской. Такой талант и искренность столичной богеме даже не снилось. Но Сережа парень скромный, не выпендривался, звезду не словил и на лето уехал в свое родное село. Оттуда он послал письмо Софье Чацкиной, издательнице небольшого журнала. Далее он написал свою первую поэму Яр с кучей просторечных слов. Кстати, поэма была не в стихах, а в прозе. Получил публикацию и отзывы критиков. Благожелательные, но не восторженные. Осенью 1915 Есенин вернулся в Петроград, поселился у Городецкого, стал часто посещать литературные салоны и стал кем-то вроде протеже Николая Клюева. Клюев довольно важный человек в своем жанре. Он тоже писал стихи о деревне и до Есенина был самым востребованным поэтом в этой сфере. Клюев начал приглашать его выступать вместе. И все завертелось. Но пока Слава Есенина не выходила за пределы поэтической тусовки. Все изменилось после концерта деревенской поэзии в Тенишевском училище. Это было его первое выступление не перед другими поэтами, а перед широкой публикой. И там Есенин сорвал джекпот. Из никому неизвестного крестьянина в косоворотке с кульком стихов он превратился в хедлайнера. В газетных отзывах об этом концерте везде была фамилия Есенина. Он со своими простыми льняными рубашками, матерными частушками под гармошку, оконьем и наивным взглядом настолько ярко зажег собственную звезду, что оставил далеко позади всех конкурентов, работавших в этом жанре. Люди умилялись его рязанскому оконю. В его стихах находили влияние Блока, Брюсова и даже француза Поля Верлена. Год от года эта популярность только росла и потушить его смог только сам Есенин, когда через 10 лет повесился при странных обстоятельствах в гостинице Англетер. Согласитесь, звучит как невероятная история успеха. Такое не снилось ни одному бизнес-коучу и мотиватору. В сословном обществе Российской империи чел приезжает из деревни, тут же попадает напрямую классику литературы и за несколько месяцев сам становится классиком и суперстаром. Разве могут быть в жизни такие сказки? Конечно, нет. В школе о таком не говорят, но почти все, что я только что рассказал, миф. И не просто миф, а миф, который подготовил и лично спродюсировал сам Есенин. На этом месте я хочу отослать вас послушать офигенный подкаст «Закат империи», потому что эту историю я узнал как раз оттуда. Там вообще полно таких удивительных сюжетов из последних десятилетий Российской империи. Если что, это не реклама, а искренняя рекомендация. Ссылку на подкаст я оставлю в описании. Короче, Сергей Есенин — это не просто золотой, скромный мальчик из деревни с талантливыми стихами, а пи***бол и мистификатор с огромной верой в себя. Он сам придумал план, как стать знаменитым, и настолько был в нем уверен, что нагло врал на каждом шагу, даже не думая о свидетелях, которые могут его разоблачить. И главная ложь в том, что Есенин — никакой не деревенский самородок, который на шару приехал в Петроград искать Александра Блока со стихами, завернутыми в платок. Ну то есть как? Он действительно родился в селе Константиново и действительно под документом относился к крестьянскому сословию. Вот только он никогда не пахал в поле, не косил сено и не лежал на печи с балалайкой. Более того, даже его родители никогда поле не пахали. Мать работала то служанкой, то на фабрике, а отец вообще жил в Москве и трудился в лавке. Вот посмотрите это фото родителей Есенина. Как видите, одевались они вполне цивильно, по-городскому, без косовороток и кокошников. Образование у нашего Сережи тоже не совсем крестьянское. В 9 лет его отправили учиться в земскую школу, которую он закончил с отличием. Это в то время, когда подавляющее большинство крестьян, дай бог, заканчивали два начальных класса церковно-приходской. Но и это еще не все. Потом Есенин пошел во что-то вроде педагогического училища. Короче, по крестьянским меркам он получил невероятно крутое образование. Это точно не уровень простого мальчишки с сенокоса. Вот стихи Есенин и правда начал писать с детства и практически сразу решил стать знаменитым поэтом. В 15-16 лет он попробовал издать в Рязани сборник стихов «Больные думы», но получил отказ от издательства, что неудивительно. Но мечта прославиться никуда не делась. Летом 1912 года Есенин переехал в Москву. То есть за три года до того, как якобы с одной гармошкой из деревни решил отправиться в Питер и познакомиться с Блоком. А там вы только вдумайтесь, это типа лубочный крестьянин в лаптях поступил, блин, в универ. Если точнее, в народный университет имени Шанявского. Это самый топ, куда только мог попасть чувак из крестьянского сословия. А потом стал работать в типографии Сытина. Это одно из самых крупных издательств. Оно печатало каждую четвертую книгу в империи. За следующие три года Есенин успел затусить с московскими поэтами и принять участие в целой куче выступлений по квартирам и кабакам. Здесь миф о деревенском самородке тоже летит коту под хвост. Оказывается, до своих якобы дебютных концертов в Петрограде Есенин уже успел пару лет повыступать в московских залах. А еще женился и стал отцом. С Анной Изрядновой он познакомился в типографии Сытина. Анна не скромная крестьянская девушка, а суфражистка. Сама зарабатывала на жизнь, посещала лекции, тусовалась с модниками-поэтами. Даже женилась она не через какое-то церковное венчание, а по-современному через гражданский брак. Про знакомство с Есениным она вспоминала так. Он только что приехал из деревни, но по внешнему виду на деревенского парня похож не был. На нем был коричневый костюм, высокий накрахмаленный воротник и зеленый галстук. Был очень заносчив, самолюбив. Его не взлюбили за это. Ой, а куда ж делся тот скромняш в сапогах и деревенской рубахе, которым Есенин предстает перед блоком, которого будут называть херувим и настоящей душой деревни. Когда Анна была беременна, Есенин умотал в Крым. Там он потратил все деньги и несчастной жене пришлось срочно собирать монетки на обратную дорогу. Сергей был гениально расточителен и непрактичен. Жалования и гонорары тратил разом на книги, журналы, нисколько не думая как жить. Но когда молодой отец вернулся в Москву, то стал жить не дома с женой, а у друзей. Анну с ребенком он постепенно слил, а потом и вовсе сбежал от семейных забот в Петроград. Но именно тут, в момент своего крымского отдыха, Есенин придумал бронебойный образ, который и сделает его знаменитым. Он решил стать поэтом из народа. В 1914 в детском журнале «Мирок» появилось его первое опубликованное стихотворение. Сегодня его знает любой второклассник. «Белая береза под моим окном, принакрылась снегом, точно серебро». Внизу Есенин подписал стихи, с присущей ему скромностью. «Аристон» с греческого это переводится как «самый лучший». Именно с березки, а не с вокзала в Петрограде, начинается тот самый желтоволосый и простой Есенин с гармошкой. Он переоделся в сапоги и косоворотку, и в таком виде появился в суриковских чтениях в Москве. Новое амплуа мгновенно зашло публике. Значит, направление выбрано верно. Но есть один момент. В Москве Есенина знает вся поэтическая тусовка. Они знают, что крестьянский образ это всего лишь маскарад. По-настоящему популярным в таких условиях стать нельзя. Для реального успеха в его маскарад должны верить. И вот тут-то Есенин и поехал в Петроград. Пусть столичная богема подумает, что все свои литературные таланты он открыл в деревне, пока лежал на печке. А помните, я начал рассказ с того, как Есенин ходил по Питеру и расспрашивал прохожих, где тут живет Блок? Так эту историю рассказывал сам Есенин. И, конечно, это тоже выдумка. На самом деле, он прекрасно знал адрес Блока. Он заранее, как положено, написал ему и попросил о встрече. Откуда мы это знаем? Оттуда, что Блок сохранил письмо. Александр Александрович, я хотел бы поговорить с вами. Дело для меня очень важное. Вы меня не знаете, а может быть, где и встречали по журналам мою фамилию. Хотел бы зайти часа в четыре. С почтением, Сергей Есенин. Итак, давайте подытожим. Есенин непростой крестьянин. Для своего сословия он получил невероятно крутое образование. Три года вращался в литературной тусовке Москвы. Поддевок, косовороток и лаптей не носил. На гармошке не играл и даже не около. Образ наивного деревенского парня он выдумал за полгода до поездки в Питер. И в таком маскарадном костюме отправился покорять столицу. А там ему взяли и поверили. Выглядит это так, как если бы звезды шоу-бизнеса поверили, что Верка Сердючка — это настоящая женщина. Короче, наш невинный, златокудрый херувим оказался не так уж невинен. Отдельный вопрос. А какого черта ему удалось так легко обмануть пораженную петроградскую публику? Ответ тут на самом деле простой. Публика была к такому готова. У нее уже давно зрел запрос на крестьянскую поэзию. Российская империя стремительно становилась индустриальной и урбанизированной страной. Крестьяне массово ехали в города на заработки. А если из деревни уехали крестьяне, то и помещикам так тоже нечего было делать. А кто у нас в основном занимается искусствами? Люди при деньгах. То есть бывшие помещики и их потомки. Для них деревенский быт стал одновременно и экзотикой, и мечтой об утерянном рае. Плюс где-то с середины 19 века в империи, как и во всем мире, резко стали популярны идеи национального самосознания. Все народное в почете, особенно в искусстве. Бешеной популярностью пользовались, например, картины Виктора Васнецова с его Аленушкой и богатырями. К началу 20 века вообще возникло движение передвижников, которые изображали быт крестьян. Они превратили, так сказать, народные темы в мейнстрим. До литературы эта мода дошла не сразу. А когда дошла, то выглядела как подделка. В смысле, самые популярные крестьянские поэты до Есенина Сергей Городецкий и Николай Клюев никогда не жили в деревне. Их стихи были слишком очевидно сложны для того, чтобы можно было представить, будто они описаны простым крестьянином на заваленке. И к тому же все знали, что эти поэты не настоящие крестьяне. Так что Есенин со своим образом наивного паренька от печки попал прямо в яблочко. А еще он никогда не выходил из роли и старательно поддерживал легенду о своем прошлом. Причем сам Есенин имел весьма смутные представления о деревенской жизни. Он не пытался скопировать манеру поведения реальных крестьян, с их грубостью и грязными мозолистыми руками. Он хотел создать сказочный образ, будто с открытки. Крестьянин в его исполнении будто никогда не работал, не голодал, а только разгуливал по полям с балалайкой, пел песни и водил хороводы. А помните, я говорил, что Есенин демонстративно окол. А под двору метелится, ковром шелковым стелится, но больно холодна. Согласитесь, звучит по-простому, по-народному. Так вот, Есенин и тут прикидывался. В его родной рязанской губернии крестьяне никогда не околи. Это вологодский северный акцент, которого в средней полосе России отродясь не было. А вот давайте я зачитаю небольшой отрывок из поэмы Яр, первого прозаического сочинения Есенина. Филипп опоражневый стакан прислонял к носу хлеб и понюхав, пихав запоросшие, как мшаниной, скулы. Или над боженицей горевшая лампадка заморгала от шумовитого храпа. И вот еще. К круговеющему крыльцу подбег бородатый старик и, замахав кнутовищем, указал на дорогу. В чапыжнике глухо крякнул он. Как вам, какой-то чапыжник, мшанина, божница? Звучит непонятно, но точно по-народному. Может оно и так, только в реальной жизни Есенин так никогда не говорил и вообще не знал таких слов. Чтобы придать своим произведениям вид народности, он использовал самый простой способ. Толковые слова дали. Конечно, ради приличия он демонстративно ныл по малой родине, но не особо горел желанием ехать туда на самом деле. За четыре года, которые мы прожили вместе, всего один раз он выбрался в свое Константиново. Собирался прожить там недельки-полторы, а прискакал через три дня обратно. Отплевываясь, отбрыкиваясь и рассказывал, как на другой же день поутру не знал, куда там себя девать от зеленой тоски. Короче говоря, Есенин был самой настоящей клюквой. Реального отношения к деревенской жизни он не имел. Я висю он в родное Константинова в расписной косоворотке, окающем и с парикмахерски завитыми кудрями. Там бы пальцем у виска покрутили, но городские поверили. А еще литературная тусовка, хоть и состояла преимущественно из всяких модернистов, футуристов, примитивистов и так далее, сама стала уставать от такой подчеркнутой интеллектуальщины. А тут простые и понятные стихи про березы, реки и поля, как глоток свежего воздуха. В общем, Есенин гнал контент без остановки и эксплуатировал удачный образ по максимуму. Особенно публику радовали его матерные частушки. Внезапно услышать с богемной сцены слово «жопа» было верхом эпатажа. Но когда из богемы Есенин выжил все, что можно, то решил запрыгнуть повыше. В 1916 году он дал выступление перед императорской семьей, что для интеллигентов всех мастей было запредельным зашкваром. С чем бы это сравнить? Это как если бы Земфира сейчас спела перед Путиным про славу России и вперед Донбасс. Вот какая реакция на этот поступок говорил поэт Георгий Иванов. Возмущение вчерашним любимцам было огромно. Оно принимало порой комические формы. Софья Чацкина на пышном приеме в своей гостеприимной квартире истерически рвала рукописи и письма Есенина. Визжа отогрели змею! Новый Распутин! Но Есенину было пофиг. Он уже звезда, и никакая богемная тусовка больше не могла эту популярность у него отнять. Но неужели никто Есенина так и не раскусил? Ведь если почитать воспоминания, то чуть ли не все поголовно отмечали скромность этого простого парня. Вот например Максим Горький. Есенин вызвал у меня неяркое впечатление скромного и несколько растерявшегося мальчика. Или Анна Ахматова. Есенин сидел на кончике стула, робко читал стихи и говорил «Мирсити». Есенин этот миф всячески поддерживал. Сам же я скромного, можно сказать, скромнее. От каждой похвалы краснею, как девушка, и в глаза никому от робости не гляжу. Но конечно, не существует способа выдумать такую роль, что в нее поверят вообще все. Поэт Анатолий Марингуф, с которым Есенин жил несколько лет, вспоминал, что тот сам ему признавался, что в Санкт-Петербург приехал за мировой славой. Но это Есенин сам признавался. А ведь были и те, кто видел этого ряженого крестьянина насквозь. Свой первый приезд в Петерград Есенин был не только у Блока и Городецкого. Он совершил целый рейд по разным поэтам. Вот как встречу с ним описывал еще один классик Серебряного века. Федор Сологуб потеет от почтительности, подлизывается напропалую. Все это чистейшие воды притворства. Льстит, а про себя думает, ублажу старого хрена, пристроит меня в печать. Но меня не проведешь. Я этого рязанского теленка сразу за ушко да на солнышко. Заставил его признаться, и что стихов он моих не читал, и что успел на меня уже к Блоку и Мережковским подлизаться, и насчет лучины, при которой якобы грамоте обучался. Тоже вранье. Обнаружил под шкуркою настоящую суть, адское самомнение и желание прославиться во что бы то ни стало. Молодец, Сологуб, не купился. Или вот Владимир Маяковский. Он сам любил эпатаж и яркие образы, так что его обмануть было практически нереально. В первый раз я его встретил в лаптях и в рубахи с какими-то вышивками-крестиками. Зная, с каким удовольствием настоящий, а не декоративный мужик меняет свое одеяние на штиблеты и пиджак, я Есенину не поверил. Это, кстати, факт. Любой крестьянин, когда приезжал в город и зарабатывал первые деньги, тут же выкидывал нафиг все эти косоворотки и поддевки. И, как мы знаем, Есенин был точно таким же. До приезда в Питер он одевался вполне себе как типичный городской модник. С галстуком, бантом и шляпой. Кстати, Маяковский прямо спросил Есенина, мол, этот маскарад, он же для рекламы, да? На что Есенин замялся и начал что-то бубнить в духе «Да мы люди простые, да мы не разумеем, да мы запоконное, исконное» и так далее. В общем, с лицемерием Есенина разобрались. А что по поэзии? Даже Федор Сологуб, хоть и не поверил ни одному его слову, все равно дал рекомендации. Действительно ли Сергей Есенин хорошо умел писать стихи? Я сам стихи не пишу. Хотя на первый взгляд кажется, что нет ничего проще, чем открыть словарь Даля, выбрать смачную слова и все это зарифмовать. Тем более в это легко поверить, если знать, как Есенин врал на каждом шагу и как стремился к славе. Но все-таки, как ни крути, он реально был талантом. Уже в самых ранних стихах знатоки считывали влияние Блока, Брюсова и Поля Верлена. В Питере удивлялись, откуда это все в поэзии простого деревенского парня. Но мы-то с вами уже знаем, что Есенин три года тусил в Москве и именно там нахватался модного символизма и французской неоклассики. Но вот был ли он таким талантом с детства? Открываем собрание сочинений, видим 1910 год, Есенину 15. Читаем. Поет зима аукает, мохнатый лес баюкает с тазвоном сосняка. Кругом с тоской глубокою плывут в страну далекую седые облака. Ну, красота. Особенно для подростка, выпускника педагогического училища. Здесь уже есть и стозвонные сосняки, лес и облака. Фирменный почерк, короче. Круто? Круто. Вот только в том же сборнике можно найти другие стихи, которые были написаны на год позже. Уж крышку туго закрывают, чтоб ты не смог навеки встать. Землей холодной закрывают, где лишь бесчувственные спят. Ты будешь нем на зов наш зычный, когда сюда к тебе придем. Вместе с тем, рукой привычной, тебе венков мы накладем. Эм, что? Встать спят? Сюда к тебе придем и накладем венков? Сергей Александрович, вы че? Что это за хрень? Вы за год разучились писать стихи? А разгадка простая. Оригинальной записи первого стихотворения не существует. Его вообще никогда не слышали до 20-х годов. То есть Есенин выдал эти строчки за свое раннее творчество. Чисто чтоб поддержать легенду о самородке из деревни. А вот второй стих настоящий. И он куда больше похож на то, что мог писать подросток. Особенно тот, который стремится к успеху. Большинство творческих людей начинают свой путь с подражания другим. И Есенин не исключение. Отчего там фанатели девочки в начале 10-х годов 20-го века? Декаданс, мрачность, гроб, крест, череп в исполнении Семена Натсона. Вот Есенин такое писал. А не про деревню с кострами и сеновалами. К слову о подделках. Вся эта путаница с датировками привела к тому, что некоторые стихи, особенно матерные, стали мифом, который пережил самого Есенина и ушел в какие-то дремучие дали. Типа Есенин весь из себя такой деревенский, а значит он наверняка умел материться как трушный мужик. Это так. Нецензурных стихов много. Матерные частушки – это один из тех форматов, который сделал Есенина популярным. Но сегодня ему любят приписывать те стихи, которые он никогда не писал. Например. Не пришла ты ночью, не явилась днем. Думаешь, мы дочим? Нет других ебдем. Это стопроцентный фейк. Нет ни одного хоть сколь-либо внятного свидетельства, что Есенин имеет к этому народному творчеству хоть какое-то отношение. Да, и слово «дрочить» у его времена в таком контексте не использовались. Но бывает и иначе. «Жизнь как коня держи за узду, не охай и не ахай, если тебя посылают в пизду, посылай всех на хуй». А вот это, вероятно, реально написал Есенин. Это стихотворение нашли в архиве Евдоксии Никитиной. Она современница поэта и литературный критик. Стих записан рукой Есенина. Его даже зарегистрировали сотрудники Института русской литературы. А потом потеряли листочек. Так что оригинал стихотворения исчез. А в интернете его переделывают все, кому не лень. И любой народный вариант продолжают приписывать Есенину. Вообще, чтоб не верить на слово каждой цитате из интернета, нужно проверять ее по полному собранию сочинений. Там есть раздел с пояснениями, где указано, в каких случаях авторство считается сомнительным. А еще Есенин никогда не писал стихи ради мата. Они там нужны как изобразительное средство. Например, в одном письме 22-го года Есенин сделал приписку. «Ни числа, ни месяца. Если б был хуй большой, то лучше б на хуй повеситься». Смешно, но даже здесь он делал отсылку на гоголевские записки сумасшедшего. Там персонаж похожим образом отмечал отдельные даты своих записей. Числа не помню, месяца тоже не было. Было черт знает что такое. Все, о чем я рассказал, было до Октябрьской революции. Именно тогда Есенинский миф был придуман и внедрен в массовое сознание. Но как только популярность Есенина закрепится, он спокойно снимет косоворотку, переоденется в стандартный пиджак и шляпу и перестанет окать и использовать псевдодеревенские слова. Потом в его жизни успеет много что произойти, но это уже совсем другая история, как и другая страна. Есенин переедет в Америку, где окажется никому не нужным. Вернется, станет фигурантом нескольких уголовных дел, помучает разных женщин и повесится 28 декабря 1925 года в одном из номеров ленинградской гостиницы «Англитер». Но даже после смерти доведет до суицида свою последнюю жену. Внучку Льва Толстого Софью. К слову, смерть Есенина это же еще одно мифологизированное событие, которое, конечно, культивировал уже не сам Есенин, а любители конспирологических теорий. Давайте коротко. 24 декабря Есенин приехал в Ленинград и попросил приятеля Вольфа Эрлиха найти ему квартиру. Тот не смог, так что Есенин остановился в гостинице. Накануне он пригласил в гости семейную пару Устиновых и Эрлиха. И дал ему свежее стихотворение, которое заканчивается строчками. В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей. Вскоре все разошлись. Напоследок Эрлих снова зашел к Есенину. Тот работал за столом. Утром друзья навестили поэта, но дверь была заперта. Так что пришлось позвать коменданта гостиницы. Когда дверь вскрыли, Есенин болтался в петле у окна. А дальше понеслось. Порезы на руках. Вмятина между бровями. Потолки 4 метра. А сам Есенин 1,68 метра. Как он туда забрался, если в комнате не было высокой мебели? Появились версии, что Есенина убили враги. От евреев до чекистов. Мол, его избили. Он боролся. Вот откуда вмятина. Самое абсурдное объяснение. Есенина убили в другом месте. А потом принесли в гостиницу. Но вся эта херня на постном масле. Ни одна из версий не прошла проверку фактами. Судя по всему, Есенин сперва хотел вскрыть себе вены. Но когда ничего не получилось, повесился. Да и вообще, в Ленинград он сбежал после того, как около месяца лежал в московской психушке. Он много пил и страдал депрессией. Перед отъездом повидал близких и попрощался. В том числе заглянул к первой жене Анне. Видела его незадолго до смерти. Сказал, что пришел проститься. Но мой вопрос, что, почему, говорит. Смываюсь, уезжаю, чувствую себя плохо. Наверное, умру. Просил не баловать и беречь сына. Плюс в стихах за последние годы сотни упоминаний смерти и самоубийства. Такой вот печальный конец короткой и яркой жизни. Есенин умер, когда ему было всего 30 лет. Так что в итоге? Есенин талантливый поэт. Но еще более талантливый продюсер. Так умудриться прорекламить личный бренд. Это что-то на уровне гениальности. Даже сейчас, спустя 100 лет, многие продолжают считать его последним поэтом деревне. Для меня это еще одно доказательство, что не бывает чистого творчества. Ценного самого по себе. Творчество — это всегда про контекст. И лучшие в мире произведения неотделимы от своего автора. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, подписываться на канал, если еще не подписались. Еще подписывайтесь на наш телеграм и второй канал со стримами. Еще хочу напомнить про наш Бусти и Патреон. Там мы делаем уникальный контент для спонсоров. Я выкладываю аудиокниги в свои озвучки. А еще периодически собираюсь с подписчиками и играю в игры. Присоединяйтесь к спонсорам канала. Буду очень рад. Ссылки, как обычно, в описании. Ну и, как обычно, говорю всем, кто уже давно нам помогает. Это Влад, Николай Грищенко, Сергей Полянский, Душный Дэн, Даниил, Водолей, Крейзи Кэт, Алексия Суиз, Анна Макунина, What's Remains of Me, Разбираем Кремль на Брукивку для Львова, Политический Цирк, Аяса Сахои, Богдан Сиренко, Денис Романов, Игорь Навотный, Эйкспи, Яспермо М, Нона Шинкаренко, Глашатый, Ранейр, Дануэр. Басянин в стране Басков, 33 шальных узбека и секс-инструктор НАТО с визиткой Яроша на Абрамсе. И вот эти еще замечательные люди. Также, если вдруг вам или вашим знакомым нужен какой-то монтажер на монтаж разной сложности или диктор для озвучки ролика или озвучки рекламы, то напишите мне на почту, я с удовольствием помогу вам с этим, нахожусь, так сказать, в поиске подработки. Поэтому обращайтесь, ссылка на почту в описании. Ну, а на этом все, с вами был канал Заяц. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok